Вот, значит, сегодня две презентации. Первая покороче, вторая подлиннее. Вот, вторая презентация частично отвечает за одну из задач, которая, кажется, меньше всего пока вам поддается. Поэтому вот начну понемногу. Вот, первая часть сегодняшней лекции посвящена в каком-то смысле продолжению того, что было на прошлой лекции, только если в прошлый раз была как бы одна, в меру трудная задача, которая часто встречается в многокритериальных эволюционных алгоритмах, и которые было бы неплохо решать побыстрее. Вот, сегодняшняя лекция будет в каком-то смысле про еще более актуальную задачу, которая встречается, может, чуть пореже в самих алгоритмах, зато в анализе встречается гораздо чаще. Вот, и как бы то, что по этой теме, а именно по гиперобъему, лекция займет не две лекции по три часа каждую, а существенно поменьше. Часть проблем на самом деле заключается в том, что гиперобъем – это не очень быстро решаемая задача. Вот, гиперобъем широко труден. Поэтому, что я расскажу, собственно, приведу доказательства того, что гиперобъем широко труден, а потом пробегусь по тем из алгоритмов для вычисления гиперобъема, которые точно надо знать, и тех, которые можно написать руками более-менее за разумное, вменяемое время. Потому что, несмотря на то, что, ну, благодаря тому, что гиперобъем – достаточно трудная задача, эффективные алгоритмы, которые достаточно хорошо справляются с большими размерностями, они весьма сложны, и поэтому с некоторой вероятностью их никогда никому из вас не надо будет писать руками, а исключительно использовать библиотеки, которые по этому поводу уже разработали некоторые энтузиасты. Вот. Но, насколько я понимаю, всем из вас более-менее в хорошем объеме уже как-то прочтена участимость и участительная сложность. Вот. Поэтому то, что есть какие-то классы задач, есть какие-то трудные задачи, есть какие-то классы, описывающие просведения между классами, это все, я так понимаю, вы знаете. На третьем курсе вроде бы это все уже... Теория сложности у нас выборный предмет. Ага. Поэтому сведения, вот сведения, может, еще понятные определения, а дальше там могут быть на значности. Ну, вроде бы я, скажем так, ну, то есть про машину Тьюринга-то вы знаете. Ну, да, про формализм. Вот. И P versus NP более-менее тоже, я думаю, понимаете. Потому что сильно дальше, чем это, тут мне вроде и не надо ничего. Ну, то есть что такое NP, что такое NP трудное, NP полная задача, наверное, как-то все-таки понимаете. Ну, представляю, но, например, не точно понимаю. То есть я долгое время думал, что NP трудное, NP сложное. Это просто синонимы. Оказалось, что нет. Окей. Значит, я тогда, ну, я немножко оптимистично постирал там. Дело в том, что эта презентация, ну, вот в ее структурном виде, там предыдущие две инкарнации на английском языке были, правда. Самая первая из этих презентаций появилась для магистров, значит, для магистров в версии этого курса, причем там среди магистров были те, которые, короче, чувствительную сложность были даже близко не в курсе, поэтому им приходилось вводить даже машину Тьюринга, и поэтому значительной частью этой презентации было даже описание машины Тьюринга. Вот. На вторую инкарнацию, когда, собственно, вашим предшественникам третьему курсу вот еще рассказывал, выяснилось, что это все все знают, я там проскипал соответствующие слайды, и сейчас там их поудалял. Вот. Но сейчас буду восполнять на ходу. Вот. Значит, есть детерминированные машины Тьюринга и недетерминированные машины Тьюринга, да. Вот. Детерминированные машины Тьюринга от недетерминирован отличаются тем, что переходы, вот головки там с автомата и так далее, вот эти вот переходы между тройками, описывающими состояние машины Тьюринга вместе с лентой, вот эти переходы в детерминированные машины Тьюринга детерминированные, то есть из каждого состояния можно за это перейти в какое-то следующее конкретное одно, вот, а недетерминированные, и таких переходов может быть несколько. вот, и, соответственно, класс П, это задачи, решаемые на детерминированные машины Тьюринга за пленомиальное время, это, значит, решаемые, имеется в виду в основном задачи разрешимости, конечно, то есть надо ответить либо да, либо нет, вот, и в случае детерминированной машины Тьюринга, ну, там можно что-то куда-то посвободить, допускающее состояние можно ввести, и, соответственно, если оно остановилось в допускающем состоянии, то ответ да, если оно остановилось не в допускающем состоянии, то ответ нет. Там есть куча эквивалентных формулировок, но такой можно пользоваться, например. Вот, класс П, это то, что решается, это класс задач разрешимости с ответом булевым, да или нет, решаемых за полиномиальное время от размера описания задачи, то есть от того, что на ленте написано, за полиномиальное время. NP, это класс того, что решается за полиномиальное время на недетерминированной машины Тьюринга, причем подрешается, понимается то, что существует некоторый путь выполнения, если существует хотя бы один путь выполнения, который идет в да, значит, ответ да, а если не существует, то ответ нет. Но длина пути должна быть полиномиальной во всех случаях. Это вот, собственно, NP-класс. Классу NP в свете того, что вменяемые решатели, они детерминированные, с квантовыми компьютерами есть какие-то там вопросы, но там все тоже не очень просто. Как бы обычные классические фонеймоновские компьютеры, они детерминированные, поэтому на детерминированной машине фирминга можно моделировать недетерминированно путем несохранения сложности. То есть можно сказать, что на детерминированной машине фирминга можно решать все то же, что можно решать на недетерминированной, путем перебора путей. Таким образом, можно за экспонент от размера описания на детерминированной машине фирминга заведомо решить то, что за полиномиальное время решается на недетерминированной. основание этой экспоненты как-то там зависит от числа состояния в машине тюринга в связи с того, что для заданной задачи это константа ну, соответственно, это эксперимент вот ну, соответственно, там есть сведение полиномиальное, то есть одну задачу к другой одна задача к другой задача А сводится полиномиально к задаче В, если по задаче А можно построить заполиномиальное от описания этой задачи экземпляр задачи В, скормить ее решателю задачи В, получить ответ тоже в случае разрешимости либо принять ответ, либо принять его обратно и таким образом решить задачу А то есть если такое можно провернуть, то задача сводится к задаче В соответственно, если задача если известно, что задача В решается эффективно то есть заполином то есть в классе В то если из А можно полиномиально свести к В то задача А тоже в классе В получается вот, ну и еще куча всяких вариантов такое полиномиальное сведение сохраняет вот, поэтому если мы хотим сказать, что некоторая задача сложная надо доказать, что не к этой задачи сводится какая-то другая сложная задача, что наша задача сводится к какой-то известной сложной задаче потому что в обратную сторону типа можно свести тупым образом и доказать, что угодно вот, а на самом деле надо к нашей задаче сводить сложную чтобы доказать, что наши задачи сложны. Соответственно, NP-трудные задачи – это все те задачи, это задачи, к которым можно свести любую задачу из класса NP. Задача является NP-полной, если она в классе NP, при этом NP-трудная. То есть могут быть NP-трудные задачи, которые не находятся в классе NP. Например, все задачи, не являющиеся задачами выполнимости, они не принадлежат классу NP. Хотя, понятно, на уровне жаргона допустимо говорить, что какая-то штука, ответ на которую является существенным числом, то есть это NP-трудная задача, может быть. Но на уровне жаргона условно допускается упускать, что NP – это разрешимость, но если строго что-то доказывать, то так делать нельзя. Вот. Соответственно, NP-трудные задачи, NP-полные задачи. То есть смысл NP-полной задачи в том, что надо проверять, мне как бы достаточно проверить, что какая-нибудь NP-полная задача сводится к нашей, чтобы доказать сложность нашей. Вот. Потому что к этой задаче уже еще сводится это доказание. То есть если про задачу известно, что она NP-полная, то вот ей можно пользоваться. Вот. Подобные соотношения выполняются и для ряда других классов. Класс, который нас сегодня интересует, это шарп-пэм. На слайде он такой есть. И определяется он как класс задач, решением которых является число путей выполнения некоторой недетерминированной машины тюринга на завершающей работу за полимеральное время. Число выполнения является до достижения какого-то состояния. То есть в каком-то смысле эти задачи отвечают на вопрос, а сколько решений существует у какой-нибудь другой задачи из класса NP. Вот. Сколько... Ну, то есть при этом считается, что задача разрешилась. То есть сколькими способами можно решить задачу из класса NP. Вот. Ну, вот, например... Очевидно, что подсчет числа решений многих NP-полных задач это шарп-пополная задача. Ну, как очевидно, и многих это не очень корректно. Ну, собственно, для чего доказано? Для того доказано. То есть известно, что... Ну, достаточно удивительно в связи с того, что задача удовлетворимости более формулы в 3-КНФ виде, конъюнктивно-нормальная форма с... каждая из которых состоит из скобочек с не более чем тремя переменными электрицами. Соответственно, есть ли подстановка, которая делает эту формулу истиной, и это сама по себе NP-полная задача. А, соответственно, сколько различных подстановок удовлетворяют заданной формулой, то есть сколько различных подстановок существует таких, что формула превращается в истинную. Вот это шарп-пополная задача. Вот это, видимо, было одной из первых, еще доказанных по этому поводу. Ну, аналогичное нахождение, как бы наличие гамильтонного цикла в графе – это NP-трудная задача. Ну, то есть есть или нет, это полная. А сколько различных гамильтоновых циклов в графе есть, это шарп-пополная. Не уверен, что это парахсен по полной задаче такая штука работает. Ну, то есть почему-то кажется, что это должно быть правдой, но на руках у меня нет такого доказательства. Может, просто плохо искал. Но это не очень важно. Самое интересное, что подсчет числа решений многих задач, которые сами по себе решаются за поленом, это тоже бывает среди таких задач широко полные. Вот, например, парасочетание в двудольном графе найти, как бы определить, есть ли там полное парасочетание или нет. Это все делается за прекрасным поленом каким-нибудь фенберским алгоритмом. А вот число различных полных парасочетаний в двудольном графе, это оказывается трудно посчитать. Это шарп-пополная задача. Вот. Даже если мы три КНФ-формулы заменим на два КНФ-решения, как бы относительно которой вообще за линейное время происходит, типа построили какой-то граф на двойных вершинах и обошли его по-человечески. Вот. То есть два КНФ-формула, как бы существует или не существует подстановка, это решается за линейное время. Число различных подстановок, удовлетворяющих такой формуле, это оказывается трудно. Это шарп-пополная задача. Граф топологический отсортировать, но за линейное время это описание графа. Но число топологических сортировок графа, это шарп-пополная задача. Вот. По этому поводу меня в свое время удивила примерно следующая вещь, что если мы поставили себе задачу отсортировать перестановку над N-числами за минимальное число свопов, то есть выбрали на этой позиции нажитые элементы и переставили местами, если найти минимальное число свопов, которое приводит к тому, что результирующая перестановка получается отсортированной, identity, 1, 2, 3, n, для перестановки это решается за вменяемое время, там, англоген. А вот если мы произвольный массив подставим туда уже и попросим минимизировать число свопов, приводящих к тому, чтобы произвольный массив был отсортирован по неубыванию, это очень трудно. Собственно, это к топологическим сортировкам графа имеет прямое отношение, на самом деле. Вот такой класс шерпэ, то есть можно сказать, что он как бы не проще, чем нп, но что так более-менее понятно почему. Вот, есть там какая-то теорема, что шерпэ входит в объединение какой-то очень значительной части иерархии сложностей, то есть там какая-то такая тема, что если у нас есть иеракул, решающий шерпэ полную задачу, то с этим иеракулом мы можем за поленом решить какое-то гигантское совершенно число задач, очень сложное. Поэтому, в общем, шерпэ класс это такой класс очень сложных задач. Ну, шерпэ полная задача. Вот. Ну и, собственно, гиперобъем, его вычисление, это шерпэ трудная задача. Ну, некоторый вариант гиперобъема шерпэ полный. Напомню, что такое гиперобъем. Вот, мы все еще развлекаемся с доминированием Покорета, то есть у нас есть какие-то, если есть какие-то две точки в пространстве критериев, многокритериальная задача оптимизации, то П доминирует Ку, если для всех и, значит, и этой критерий решения П меньше или равен и этого критерия решения Пу, и существует хотя бы один критерий, где они там строгого в эту сторону. Пой-то строгой меньше Пу-итой. Вот. Гиперобъем – это, в свою очередь, мощность множества точек, которые… Ну, гиперобъем считается от множества точек X. Ну, каждая точка – это, в свою очередь, с точки зрения эволюционного алгоритма, это описание приспособленности некоторой особи. Вот. Но для вычисления гиперобъема – это, скажем так, для самого вычисления это не очень важный факт. Вот. Гиперобъем от этого множества точек – это множество, мощность множества точек, которые хотя бы одной из этого X-а точки доминируются, и при этом доминирует какую-то другую референсную точку R, вот, которая на двумерном случае малиновым цветом подскажет. Ну, формально. Так, а эта референсная точка, она параметр тоже гиперобъема? Да, это параметр гиперобъема, вот. И, скажем так, в двумерном случае этот параметр ставить, ну, достаточно несложно, в многомерном, на самом деле, его достаточно трудно выбирать. Я об этом как-то пару лекций назад даже упоминал, что есть множество работ, которые изучают сейчас этот аспект, что референсную точку нельзя выбирать абы как. Ну, да, это как бы параметр, вот. И более-менее во всех текущих реализациях, ну, что алгоритмов, использующих непосредственно гиперобъем, что методологии оценки качества результатов алгоритмов, для чего гиперобъем в основном используется, вот. Там эта точка выбирается, грубо говоря, фиксируется для задачи каким-то разумным образом. Вот, если мы оптимизируем по этому гиперобъему, то эту референсную точку надо либо как-то выбрать из разумных соображений, в духе того, что по сэмплили сколько-то решений, собрали наихудшие координаты, отдалились еще чуть-чуть, и вот это будет наша референсная точка. Вот. Ну, скорее всего, какие-нибудь алгоритмы, которые в ближайшие, там, пять лет доразработают после лучшего понимания того, на что там все это влияет, эту точку будут адаптировать, походу, происходящую. Вот. Но все это, на самом деле, так не то чтобы сильно важно, опять же, в контексте данной лекции, потому что, ну, как бы, и эти точки даны, и эта точка дана, надо как-то просто посчитать гиперобъем. Вот. На самом деле, понятно, что в эволюционных алгоритмах применяются и где-то с десяток вариантов этой задачи, которые немножко отличаются в формулировках. Так, например, как бы кроме гиперобъема, просто множество точек, это одно число. Любят также считать, ну, так называемый contribution точки, каждый из точек в этот гиперобъем. Формально говоря, насколько гиперобъем уменьшится, если точку эту убрать. Вот. Соответственно, там много таких вариантов. Есть они как бы для поколенческих алгоритмов, для стационарных, которые, кстати, стоят, всякие разные варианты есть. Вот. И, в общем-то, мне удивительно, что все они примерно одинаково трудные, потому что, ну, жизнь такая. Вот. Ну, то есть, если какой-то один вариант шерпа труден, то как-то странно ожидать, что без существенного переформулирования эта шерпа трудность куда-то денется. Вот. Вспомнили, да, гиперобъем? Соответственно, двухмерная иллюстрация трехмерная. Вот. Почему гиперобъем шерпа труден? Вот есть достаточно старинный результат. Ну, 70-е годы, это годы, когда, видимо, массово пошли результаты по сложности. И вот известный результат такой, что задача число подстановка, подстановка удовлетворяющих булевой формулы, вот, монотонной 2-CNF формулы, 2-CNF формуле, вид у нее вот такой вот. Ну, то есть, если я не ошибаюсь, то, собственно, монотонная, она ровно по той причине, что все перемены без отрицания. Вот. Даже у такой, казалось бы, очень простой постановки, да, ну, то есть, понятно, что решить, найти хотя бы одну постановку, это вообще не сложно, да, просто единицы и все. Поставим и все. Вот. А вот число подстановок, удовлетворяющих этой формуле, это, оказывается, тоже достаточно сложно считается, это тоже полная задача. Вот. Отметим, что если мы эффективно умеем решать немножко модифицированную формулу, то есть, отрицание, вот мы взяли, построили отрицание по этой формуле, это получилась такая уже дизъюнктивная какая-то нормальная форма с отрицаниями на переменных. Если мы ее такую умели бы эффективно считать, то нам достаточно было бы этот результат участие в два степени и получить ответ на предыдущий. То есть, это тут по построению тоже шерпополная. Задача. Вот. И сейчас мы научимся эту задачу решать путем сведения гиперобъемов. Вот каждую эту скобочку из конъюнкции двух отрицаний превращается в точку такую, что вот ну, у нее столько координат, столько переменных. Вот. Уже такой некоторый намек на то, как выглядит сложная задача поиска гиперобъема. Вот. Потому что размерность пространства это число переменных, а сколько точек это число скобочек. Каждая скобочка превращается в точку такую, что все координаты у меня нули, кроме двух. А две координаты, которые не нулевые, это координаты на индексах, которые соответствуют вот этим вот перемен. Вот. Ну и референсную точку, соответственно, все двойки туда поставим. Вот. Соответственно, давайте посмотрим, во что превращается каждая подстановка. каждая подстановка превращается в некоторый гиперкубик в пространстве, который задается следующим образом. Если переменная true, то соответствующие координаты принимают, значит, находятся в интервале, соответствующая координата находится в интервале от нуля до единицы. Если false, то от единицы до двух. Соответственно, если в нашем квадратике что получается? Если в нашем квадратике давайте посмотрим на подстановку, посмотрим на каждую подстановку и поймем, во-первых, эта подстановка удовлетворяет ли вот эту формуле или нет, а во-вторых, входит ли она в гиперобъем или не входит. То есть площадь, объем каждого такого кубика, он единичный для построения. Так. Вот. Соответственно, если у нас хотя бы одна из переменных и и ж не верна, то есть стоит в false, то соответствующим образом получается, что эта точка ее доминировать перестает и остальные координаты нули. Так, окей, сейчас как-то устроено. То есть я знаю, что сведение верное, я просто пытаюсь как-то пересказать все в чермежную суть. не вернусь. Так. 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 То есть еще раз смотрим, что происходит. Давайте про нашу подстановку поймем, что у нее побитый и житый координат. Соответственно, если в и и жи находятся два фолца, то по этой совокупности эта точка доминирует. Нашу. А во всех остальных она доминирует типа что угодно. Поэтому для того, чтобы наша подстановка была включена в гиперобъем, для этого достаточно, чтобы нашлась хотя бы одна точка, которая ее доминировала. То есть такая точка, в которой гитая и житая переменная стояла бы в значении... Плохо унесет на сусном счете. Плохо унесет на сусном счете. Да, окей. Значит, да, для того, если у нас два фолца, то одновременно и формула верна. Вот это вот, насколько она выяснила, считается. И точка PPP нас доминирует. Да, все вроде сложилось у меня в голове. Окей. Таким образом, мы построили здесь по этой формуле такой экземпляр задачи по поиске гиперобъема, что подстановки в эту формулу взаимно однозначно соответствуют каждому из два в степени возможных кубиков размера 1 на 1 и так далее на 1. И всякий раз, когда подстановка выводит эту формулу в значение true, то соответствующий кубик считается в гиперобъем. Если не выводит, то не считается. Таким образом, гиперобъем получается в точности равным числу подстановок, удовлетворяющих вот эту вот инверсию f. Ну и, соответственно, вот за два таких шага, которые очевидны, образом, аномиальные, если гиперобъем мы умели считать быстро, мы умели решать исходную задачу быстро. Когда исходная задача шерпа полна, то если класс шерпа ни во что там такое простое не включается, то гиперобъем мы решать быстро, нормально не умеем. Вот. Ну, соответственно, если на это посмотреть на все, то становится понятно, что как бы с ростом точек, с ростом числа точек сложность, конечно, растет, но и с ростом размерности сложность задачи растет, и на самом деле именно это самое обстоятельство является очень критичным. Вот. То есть... В гиперобъеме маленькие размерности могут решаться за быстро, и мы сейчас увидим, как. Вот. Но с ростом размерности сложности решения задачи очень сильно растет. Вот. Даже вот можно увидеть, что для трехмерного случая гиперобъем даже проще, чем недоминирующая сортировка, потому что для гиперобъема есть очень простой алгоритм, который в трехмерном случае решает его за МКН, в то время как для недоминирующей сортировки такие алгоритмы хоть и существуют, но простые них точно так назвать нельзя. Вот. Ну, в трехмерном случае более-менее понятно все. Примерно следующим образом все это выглядит. Мы поддерживаем некоторый Y-Best. Это Y лучший, то есть наименьший из тех точек, которые мы когда-либо видели в процессе финального странирования. Вот. Отсортируем точки лексикографические, пойдем по ним слева направо. Вот. И если наша точка имеет Y лучше, чем имеющийся Y-Best, то в гиперобъем добавим вот такой вот прямоугольничек. Вот. По X у него разница. Это разница между X от референсной точки и нашей X-овой координатой. Умножить это надо на разницу между лучшим виденным Y и нашей Y-кой координатой. Ну, соответственно, Y-Best инициализируется Y от референсы. Вот. И всякий раз, когда такое происходит, мы Y-Best обновляем до вот этого появления. Вот. Ну, работает это вот как-то так. Вот. Ну, и конец там надо не забыть. А, конец не надо не забывать. В общем, очень общий время работы здесь n-logen, потому что сортировка идет за n-logen, а сканирование забегнет. Вот. Ну, так, вроде, несложно. Для трехмерного случая тоже, на самом деле, все достаточно несложно. Вот. И я думаю, что пока я тут не начал заниматься визуализацией в презентации, а, ну, собственно, даже те, кто не успели еще прочитать текст на слайде, кто-то, я думаю, уже мог придумать алгоритм, который это делает. Вот. Мы поддерживаем множество проекций просмотренных точек. Ну, тоже вот в графическом порядке смотрим точки. Смотрим проекции на плоскости Y, Z, и оставляем из них только недоминированные. Вот эти не проекции недоминированных точек, а недоминированной проекции точек, как на слайде написано. Вот. И по аналогии с предыдущим слайдом, здесь вот Y, B, здесь вот X, good. Вот. Это последняя хорошая абсцесса. Вот. Ну, да, это как бы не совсем лучшее из виденных Y, это именно что последняя хорошая абсцесса. Вот. Но внутри так более-менее все похоже. Мы проходим все по точкам в лексикографическом порядке. Если проекция нашей точки не доминируется тем, что мы там поддерживаем, вот, то в гиперобъем мы вписываем площадь проекции, помноженную на разницу от X нашей точки и вот этой последней хорошей абсцессы. Площадь проекции там инкрементально все пересчитывается и там вот как раз нужно знать, кто там референсная точка, и референсную точку мы инициализируем этот X, good. Вот. Ну, и если вот такая вставка произошла, то мы X, good, обновляем и вставляем в F проекцию. Вот. Проекцию можно поддерживать каким-нибудь деревом или каким-нибудь фингом. Вот. Ну, и в конце там надо не забыть что-то еще прибавить, самый последний кусок происходящего. Но как-то так работает. Взяли точку, дошли до следующей, взяли, соответствующий объем добавили, 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 и еще раз добавили. Может, там не самый содержатель, например, с точки зрения разбора возможных случаев, но вот как-то примерно так оно работает. То есть более-менее понятно, что и вставки, и запросы доминирования, они делают за логарифм, и поэтому здесь и сортировка n-logan, и основная масса алгоритмов тоже за n-logan работает. Но в целом, да, кроэффмерная суть решается более-менее эффективно. Соответственно, где-нибудь на миллион точек за секунду, скорее всего, гиперобъем это считается на современном железе. Но более-менее понятно, что начинаются проблемы, и мы эту идею пытаемся поднять на уровень выше. Потому что если в предыдущем случае мы, собственно, не просто размерности оторвали и делегировали решение задачи алгоритма от предыдущего, от предыдущей размерности, этот алгоритм приходится усложнять, потому что он должен поддержать вставку точку в безвольные места. И уже совершенно непонятно, можно ли, не теряя эффективности, таким образом обобщаться дальше и дальше. Вот, собственно, шерпая теорема доказывает, что где-то мы точно сломаемся. Вот. Соответственно, есть несколько алгоритмов для общего случая. За это идет определенная война. Самый простой из таких алгоритмов, который работает совершенно железно, но просто долго. Вот. Гиперобъем можно считать принципом включения-исключения. То есть, действительно, гиперобъем — это сумма объемов, доминируемых каждой точкой. Минус надо вычесть сумма объемов, которые парами точек доминируются, это в свою очередь надо компенсировать, добавив сумму объемов, которые доминируются тройкой точек и так далее. Вот. Ну, соответственно, надо перебирать два степени N-комбинаций с соответствующими знаками. Вот. Если это в тупую написать, то это два степени N на N на размерность, если мы просто перебираем подножие точек, считаем, сколько там единичек в этом подножстве, знак этого считаем и собираем по использованным точкам по координатам максимума, и объем получается произведению разницы между до референсных точек вот этим по координатам максимумам. Такая-то реализация два степени N на D. Вот. Если рекурс еще аккуратно написать, то это будет два степени на просто D, что как бы из экспоненциального времени работы не вводит, естественно, но на практике несколько ускоряется. Вот. Как бы N, даже если 20, это все-таки нешуточный достаточно множество. Вот. Но понятно, что скорее как бы в свете того, что этот алгоритм работает примерно одинаково плохо для всех размерностей, а для мелких размерностей у нас есть эффективные алгоритмы, что скорее всего где-то есть какие-то промежуточные вещи. И вот из того, что можно относительно быстро написать, и результат станет понятным, и это не надо будет много лет отлаживать, это такой подход с разрезанием по критерию. Вот. Давайте найдем точку с максимальным значением последней координаты. Ну, вот самая правая точка на этом рисунке. отметим, что если мы проведем вот эту вот плоскость через нее, то есть если мы максимально по x нашли точку и провели нормаль оси x и рассекли нашу картинку, то у нас получится две подзадачи. Подзадача первая это той же размерности, там будут все точки, кроме вот этой нашей, и референсная точка тоже немножко обновится. У нее вот эта x-овая координата станет, здесь почему-то x это последняя координата, но понятно, что писать на самом деле все равно как. Главное, копирование каких-либо не было. Вот. Референсная точка обновится, и вот таким у нас получится подзадача с числом точек на единицу меньше. А вот то, что мы отрезали, у всего того, что мы отрезали, у границы вот этот код x, он меняется синхронно, это на самом деле просто проекция вот этой фигурки на плоскость нормальную x, которая растянута на известную высоту, то есть разница между единицом и последней точки. Вот. Это можно тоже скормить подзадачу. Подзадача будет размерность на единицу меньше, туда надо просто набросать проекции всех точек на эту плоскость, устранить те, которые продагнировались, и тоже достаточно уменьшившуюся в размерах задачу с поднижением по размерности по числу корзинак мы тоже запускаем. Умножаем результат на какое-то число и прибавляем к тому, что вернули от первой подзадачи. Вот. Ну и, соответственно, если мы в какой-то момент сошлись к небольшому числу точек, которые неразумны решить переводчиком, или к небольшому числу размерности. Вот, если размерность по нему до 3, то мы в первом случае уже можем решить. и, вот, такой разделяем ласты, понятно, что он совсем быстро работать не будет, то есть в случае точек не отсекаются тут довольно неприятное получается. Ну там этот рантайм пропорционалит какой-то цешки, в частицеле цешки это какое-то число точек, а в знаменателе какая-то размерность. Вот, там не совсем оно цейзн по д, конечно, более сложное, но вот как-то так оценивается время работы. Ну и, соответственно, видно, что если D большое, то если N по десяти, это не очень приятно делать работу. Меньше оно может стать, только если мы вот здесь при понижении размерности по задаче больше точек удалим, чем то, что там было и в начале. Работает оно так более-менее неплохо, на самом деле, то есть размерность порядка 5-6 50 точек можно посчитать, то есть совсем подольше подождать, то можно 100 точек посчитать. 100 точек это уже характерный размер популяции эволюционных алгоритмов, и поэтому какие-то такие вещи могут быть использованы в оценке результата того-то алгоритма, потому что вычисление такого объема оно будет вряд ли сильно дольше, если вообще будет дольше, чем собственно время работы самого алгоритма. Так, конечно, сама по себе задача, она далеко не ограничивается эволюционным алгоритмам, и вообще в самом лучгиоме эта задача больше известна как вот я еще пробовал, это несколько более общая задача, то есть гиперобъем это объем объединения кучи параллелограммов домерных с осями параллельными осям координат, поддержащими референс, один из углов которого всегда референс на точках минимальных, да, то есть вот, а claim-mashor-problem это та же задача без ограничения на то, какими могут быть эти параллелепипеды, главное, чтобы все их стороны были параллельны тем координатам. Вот, это несколько более сложная задача, и вот в 91-м году было для этой задачи предложено решение вот за n в степени допополам луген, то есть какие-то округления до допополам, вот, вынесся от китарс, да, потому что в трехмерном случае может проблема сходиться только луген решается. Вот, это вермакс, этот если кто-то тут изучал участвительный генет, и знаком с Антоном Ковалевым, то, как его оценили, такие люди слышать не были, потому что это один из авторов той книжки, которую Антон Ковалев по учтению генет и всем рекомендует. Вот, в 96-м году, когда дело дошло до того, что декеробьем стал широко использоваться в материальной акционализации, в самый ранний период этого дела, даже, эту идею немножко причесали под то, чтобы решать декеробьем с некоторым упрощением, и зарядная работа там получился модем до пополам без логарифа, вот, Юнкер Удаль это достаточно известный я был в эволюционном комбинке до относительно недавнего времени, сейчас он еще на конференциях присутствует, но я не очень там слышу, что он сейчас занимался, 15 лет назад или 25 лет назад это вполне активный деятель. Вот, ну и вроде бы для клея наш этот проблем, я правда не знаю, на самом деле о котором он был, в общем, говорят в обзорах вроде корабьем, что самый быстрый алгоритм асинтетический для размерности больше или равных четырех, предложил Тимоти Чен, тот самый Тимоти Чен оболочку с логарифм от размера оболочки вот n log h вот тот же самый Тимоти Чен предложил алгоритм за степень доделить на три и какие-то там логарифмы. Вот, ну то есть из-за того, что он делит тут на три, да, то еще при n равном четырем он уже квадрат возводит, а все еще демонстрирует степень, вот, что довольно серьезно. Я правда не знаю, конечно, как обычно, видимо, его алгоритмы немного не щадят ведущую константу, поэтому я не уверен, что этот алгоритм применяется на практике, на практике применяется что-то скорее наподобие того, что я пытался въехать в эти алгоритмы для того, чтобы рассказать, как они устроены, но это оказалось очень больно. Вот, поэтому я оставляю этот вопрос очень заинтересованным людям. Вообще, довольно активно относительно развивающаяся тема в последнее время, не сильно менее активно, чем выходит как минимум по одной изменяемой статье ранее два года, в 2020 году что-то выходило. Но кажется, что все эти поглушения, они как бы их не очень просто придумать, скорее всего, не очень просто реализовать, и поэтому в отличие от алгоритмов потроще, которые пытаются разрабатывать таким образом, что у них можно было как-то поковыряться, в гиперобъеме ковыряться не очень сильно любят. Ну и, соответственно, варианты задач посчитать контривьюши в каждой точке или найти точку с минимальной контривьюшием и так далее, они все тоже сложные, у них тоже будет такая подобная процентная, скорее всего, больше, вот, и поэтому, если вам на полном серьезе нужен алгоритм для участия в гиперобъема, скорее всего, проще потратить некоторое время на то, чтобы найти уже реализованный алгоритм из этих библиотечек, использовать их, чем писать свою реализацию по статьям. это пример алгоритм семейства space partitioning, я, например, понял, что даже мне проще было бы в данном случае наступить на горло собственной гордости и полиции взять чьи-нибудь реализации. Вот. Это все, что я хочу выставить в гиперобъем. Есть вопросы. глобальный вопрос. Гиперобъем это конкретно задача, которая возникает при решении других задач, связанных с генетическим программированием. Это не то, что мы должны пытаться его генетическим алгоритмом делать. Нет, конечно, нет. То есть я тут скажем так слишком мало про это наверное говорил здесь, но я говорил в презентации назад, то есть когда многих реальных алгоритмов рассказывал, что гиперобъем это в целом инструмент для измерения качества работы многих реальных реализационных алгоритмов, потому что скажем так, чем больше, чем ближе мы приблизились к паре к истинному задачи, тем больше гиперобъем он коррелирует положительно с кучей разных интересных вещей. Соответственно, если мы максимизируем гиперобъем, не особо ограничивая себя в числе точек, то мы когда-нибудь перейдем к равномерному и достаточно близкому покрытию точки непорядок тонн. Поэтому гиперобъем это одна из двух-трех штук, которые все подряд считают для результатов работы на реальных 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 алгоритмов, когда их надо что-то сравнить. Это как бы его главное применение, а чуть менее главное его применение это его непосредственное использование при оптимизации. неудивительно на самом деле, что явная максимизация гиперобъема происходит только при не очень больших размерностях, потому что один раз пострадать в конце работы алгоритма это еще более неприемлемо, а страдать все время в процессе оптимизации далеко не всегда так приемлемо. Вот я не знаю, может сделать вот сейчас перерыв, потому что вторая половина, она явно больше пары чуть-чуть будет. Вот может вот сейчас 10 минут. А про что там будет во второй части? Грейбокс комплекте. А, то есть вот это для тех, кто все еще не знает как решать к ним борежора, особенно того, который в задачах там узнает. Давайте тогда перерыв делаем сейчас. Да, перерыв. вторая часть сегодняшней лекции. Вторая часть посвящена такому понятию как грейбокс оптимизейшн. Если на русском переводить, то как оптимизация в виде серого ящика, вот, так как это звучит глупо, пишется еще глупее, я везде в презентации буду писать вот так. Вот. И, соответственно, сначала я расскажу, что это такое и как это выглядит в широком контексте как эволюционных алгоритмов, так и вещей вокруг них. достаточно много расскажу про то, какие вещи делают для чего до боли функции. В самом конце расскажу, что по этому поводу можно сделать в случае задачи комедрежета. Но я частью других подобных задач тоже. вот, соответственно, оптимизация черного ящика предполагает, что мы о функции кроме ее ассигнатуры в общем-то ничего и не знаем. Вот. Ну, может еще предполагаем, что она для каждого набора входных параметров что-то посчитает. Вот. Но в целом как бы мы общаемся с функцией как с функцией, никак не подразумевая что там у него внутри. Вот. А с другой стороны значит формализм этого оптимизатора так называемого белого ящика или прозрачного ящика да, термин whitebox в англоязычной литературе используется обычно в контексте тестирования программ. Вот. В данном случае это обозначает, что в контексте программ это обозначает, что тестировщик имеет доступ к исходному ходу программы непосредственно. В случае с оптимизатором ну, примерно тот же смысл, что оптимизатор прямо знает, что он оптимизирует, он может разобрать это на составной части до самого основания. Вот. И этим как-то пользоваться. Вот. такое, конечно, бывает достаточно редко. Это, ну, или в случае, когда мы знаем прям, какую задачу оптимизируем, какую задачу решаем, и в этом случае все задачно-зависимые алгоритмы, предметно-ориентированные, они относятся к этому классу с этой точки зрения. Вот. Иногда бывает, что оптимизатор, ну, есть несколько таких довольно забавных эпизодов, когда люди публиковали оптимизаторы, которые оптимизируют математические выражения над функциями, которые являются стандартной математической функцией процесса, там, от синуса, до тангенса, экспоненты вот их, причем в машинной точности, то есть оптимизируют до состояния, что находят аргументы в машинной точности, которые, если подать на вход, то они будут минимальны из возможных вообще на этой машине ответ. Это такой условный курьез, потому что такое бывает достаточно редко, конечно, иногда бывает. Вот. Raybox оптимизатор это что-то посередине и соответствующая постановка задачи тоже что-то посередине. Вот. Посередине, правда, может быть довольно много чего, но на самом деле Raybox подразумевается примерно следующая вещь, что оптимизатор имеет некоторый доступ к структуре функции, но может не видеть эту функцию до самого конца или по какой-то причине проталкиваться глубже, чем какие-то подфункции, заданные на каком-то не очень большом числе переменных может не иметь смысла. И в этой постановке может так быть, что на самом деле все эти маленькие черные ящички на самом деле не очень черные. Вот. И как бы мы сегодня посмотрим на всякие разные примеры, что-то может быть. Но в целом постановка примерно такая, что Raybox оптимизатор знает на некотором достаточно хорошем уровне структуру функции, которые он оптимизирует, но не до самого конца. Вот. Если поставить саму эту постановку задачи оптимизации в несколько более широкий контекст от случайного поиска до алгоритмов, заточенных под конкретно решаемую задачу, можно немножко пофилософствовать, поформулировать термины, знаем, надеемся, получаем. Вот. В этих терминах случайный поиск это, можно сказать, что почти ничего не знаем, просто надеемся на лучшее. Вот. Локальный поиск это, когда мы надеемся на то, что у задачи есть вот какая-то локальная структура, что есть какие-то локальные оптимы, у них есть какие-то хорошо выраженные в бассейне притяжения. Вот. Ну и, соответственно, то, что мы получаем, мы получаем локальную оптиму. Неявно в метаэгрестиках во всех этих эволюционных алгоритмах и прочих мы некоторым образом надеемся на наличие в задаче структуры. То есть в случае некоторых алгоритмов дифференциальной эволюции, например, или этических алгоритмов со скрещиваниями, некоторые такие неявные требования к структуре могут быть выведены из формы тех операторов, которые используются. Вот. Но они достаточно робастны, чтобы работать и, когда эта структура соблюдается не в точности, не всегда, не везде. Но, в целом, мы надеемся на то, что у задачи есть какая-то структура, что это не случайный шум. Вот. Ну и что получаем? Чем больше времени тратим, тем больше получаем. Вот. Грейбокс от блокбокса отличается существенным образом в том, что мы знаем структуру задачи, а не надеемся на ее наличие. Вот. Это может принимать достаточно большое число разновидностей. Собственно, сегодня мы увидим примерно две таких разновидностей. Вот. И надеемся мы на то, что неизвестные части задачи не слишком велики, потому что если мы не видим половину функции и не видим другую половину функции, и нам эти результаты как-то складывались, то это, наверное, нам поможет не очень сильно. Вот. Можно также все это дело рядом положить с логориками аппроксимации, которые не то чтобы совсем близки, но в некотором смысле и грейбокс и лейбокс это тоже алгоритм аппроксимации и нередко доказываются всякие веселые теоремы, что на некоторых задачах, для которых известны хорошие алгоритмы аппроксимации, всякая эволюционщина находит ту же аппроксимацию или, может быть, даже аппроксимацию получше с какой-нибудь вероятностью малоотвечающейся объединения. Вот. Поэтому, несмотря на то, что они немножко из разных оперы, они тем не менее все равно алгоритм аппроксимации мы задачу самознаем. Если бы мы ее не знали, то мы, скорее всего, придумали соответствующую юристику. И надеемся, что наша аппроксимация будет не слишком позорной или можно будет пользоваться. Ближе всего к грейбоксу находятся солверы, которые тоже бывают разных видов. То есть, мы сводим нашу решаемую задачу к какой-то задаче, которая, с одной стороны, достаточно выразительна для того, чтобы можно было устроить достаточно эффективное полиномиальное сведение нашей задачи к ней, чтобы не пришлось выводить огромную кучу дополнительных сущностей. Получившаяся задача, она, конечно, в лучшем случае плохо решается, но есть определенная надежда и, соответственно, практика показывает, что надежда на пустом месте возникает, что большинство практически возникающих экземпляров этих задач, они достаточно простые, чтобы, несмотря на то, что переменных тысячи и условий десятки тысяч решить это за быстро. Соответственно, в данном случае мы задачу знаем, мы знаем сведение этой задачи к тому, что сольфер умеет делать, потому что надеемся на то, что решение найдется быстро, оно найдется, оно точно, скорее всего, найдется, если мы в сведении ничего не испортили. Но может получиться так, что сольфер слишком долго будет этим заниматься и по дороге всю память еще отожрет. И поэтому бывают даже слишком много, пожалуй, случаев, что какие-нибудь практические задачи только небольшого размера поддаются решениям какими-нибудь сольферами целочистенного линейного программирования, а задачи вменяемого размера заставляют их падать по памяти или еще как-нибудь. И поэтому эволюционные подходы, которые на маленьких экземплярах задачи как-то более-менее дотягивают до того, что умеют сольферы, но так не очень выгодно это понескматривается, они вдруг как бы квази-неожиданно умудряются задачу решать вменяем. Ну и на другом полюсе относительно всего вот этого находятся алгоритмы, придуманные под задачу, где мы знаем все, но надеемся на то, что у нас хватит времени на то, чтобы этот алгоритм разработать, придумать, реализовать и открыть. Потому что все остальное применяется значительно быстрее. После этой философии пора переходить к конкретике. Как правило, для псевдобулевых функций Dropbox Optimization выглядит примерно так. это на рисунке изображено то, что наша оптимизированная функция это некоторая сумма от функций поменьше. Каждая функция зависит от некоторого своего перечня переменных, которое зависит исходное. Вот эти функции под функции, как они будут называться в течение всей презентации, будет m штук переменных, мы считаем, что n. Соответственно, каждую функцию можно выписать от скольки переменных она зависит. Сумма здесь выглядит как некоторый произвол, потому что некоторые интересные задачи, тот же maxsat, например, точнее 3sat, которые можно переформулировать в виде задачи максимизации, он будет maxsat в этом случае. и его можно переписать в виде, который требовал бы суммы вот здесь. Многие другие задачи тоже вполне себе записываются в виде суммы, но в целом там может стоять достаточно большой класс способов агрегации. И в целом далеко не все действия, которые мы тут собираемся выполнять, требуют даже обратимости этой агрегации, то есть наличие обратной операции для сложения и вычитания. То есть если вместо суммы записан какой-нибудь максимум или минимум, то обратной операции уже нет. для части того, что здесь происходит, потребуется некоторая модификация и, возможно, некоторое усложнение каких-то процедур, умножение чего-нибудь на какой-нибудь логарифм. ммн. Но в целом здесь может стать очень много разных способов агрегации. Отметим, что вся сложность псевдобулевых функций, записанных в таком виде, она практически описывается тем, что различные подфункции могут зависеть от тех же переменных. Здесь f1f2 зависит от третьей начала переменных, которая, скорее всего, x2, если считать индексирование. Если бы они зависели все от разных переменных, то эти маленькие функции можно было бы оптимизировать независимо. Это называется сопрабельность. Ну и задачи, которые возникают в реальной жизни, они очень редко сопрабельны. Такое иногда бывает в каких-то отдельных случаях, но если это мы знаем, то независимо просто прооптимизируем. Соответственно, в грейтбокс подходе вычленение от этой сопрабельности происходит более-менее автоматически. Соответственно, могут получиться независимые группы переменных, которые можно действительно оптимизировать независимо. Вот первые три функции и оставшиеся функции, они условно действительно зависят от непересекающихся обоих переменных, поэтому их можно действительно оптимизировать совершенно независимо. Можно просто уже распилить функцию нашу надо оптимизировать независимо и даже в дальнейшем считать, что мы имеем дело с несепарабельной задачей, потому что сепарабельный случай он делается более-менее очевидного образа. И вот достаточно важное для того, чтобы эффективно применять этот подход свойство функция f называется k-ограниченный представленный в этом виде если каждая подфункция, то есть f и t зависит не более чем от k-переменных. Вот естественно еще одно название для такой функции немножко более позднее появившейся в последние 10 лет по аналогии с некоторыми другими терминами по-английски mk-lonscape по-русски получается mk-lonshaft. Вот зачем k-ограниченные функции? Ну вообще говоря есть довольно забавный теоремен что для любой псевдобулевой функции f представленного в таком виде существует некоторая квадратичная псевдобулев функция g от того же набора переменных и дополнительных переменных которые являются квадратичными в том смысле что это сумма пар переменных произведений пар переменных с какими-то весовыми дефицентами для этой синтаболи функции даже необязательно иметь запись эти суммы на самом деле потому что это неважно для любой вообще псевдоболи функции существует ее квадратичный аналог с этим свойством если g от x y максимизируется в некоторой точке x звездочка или x звездочка то f неизбежно максимизируется в точке x звездочка вот то есть здесь просматривается прямой аналог с тем что в мире задач выполненности существует то есть для любой любой булевый формулы существует аналогичная ей с точки зрения решаемости с теми же заворотами в качестве аргументов формула которая записана в три конъюнтивно нормальных форм то есть когда это оператор и примененные ключи скобочек в каждой из которых написан оператор или на тремя переменными или отрицания вот здесь соответственно любая фунг сводится к квадратичной фунг с точно тем же самым свойством что вместо исходной функции можно оптимизировать вот эту квадратичную более того соответственно если мы посчитали таблицы истинности то от их суммарного объема все это делается за полиномиальное время то есть все достаточно быстро вот ну давайте докажем этот факт допустим в выражении в этом суммарном присутствует некоторых константы альфа ноля дт ну собственно это ничего не меняет с точки зрения оптимизации просто сдвигается на некоторую высоту вот так удобно просто превратим нашу исходную функцию полином как мы это будем делать вот если у нас функция от одной переменной возвращается значение c0 если аргумент false c1 то можно это очевидным образом выразить в виде вот такого полинома степени 1 где вот серединочка здесь c1 пополам от аддитивной нулевой степени полином маном в полиноме а первой степени вот так выражено вот функция от чего-то и отдельной стоящей переменной просто откусываем отдельно стоящую переменную ну давайте типа забайдим этот последний аргумент двумя способами вот так вот так вот получится вот этот x плюс 1 если он истин то вот эта единица и тогда мы возьмем выражение вот от нашей функции где последний аргумент заинлайн инфтру рекурсивно от него получим полином соответствующей степени и добавим к этой степени более чем единичку аналогично один минус то же самое только с xk плюс 1 заинлайн и фолз в общем это еще не очень сложное и не очень интересное утверждение которое говорит о том что просто любая псевдоболио-функция может быть выражена в виде полинома но здесь степень совершенно никак не регламентируется а вот дальше давайте вводить потихоньку новые переменные с использованием вот таких соотношений которые были найдены в 75 году которые говорят следующее что если мы хотим чтобы x1 x2 соответственно утверждение что x1 x2 равен y можно записать вот таким вот образом значит что x1 x2 минус 2 x1 y минус 2 x2 плюс 3 равен 0 вот а если не равно то эта штука будет больше 0 все это естественно выполнено для булевых аргументов для вещественных вот если эти соотношения использовать то мы можем взять наш полином взять какие-нибудь две переменные которые которые входят например в какой-нибудь маном степень больше чем два и заменить это дело на переменную y тем самым понизив степень этого манома на единицу и добавив несколько выражений к нашему полиному каждый из которых имеет степень не больше двойки вот при этом здесь понятно что эти ведущие коэффициенты они все должны быть пропорциональными но для того чтобы вот это соотношение заведомо выполнялось в любой постановке вот здесь должны быть какие-то одинаковые огромные ведущие константы вот ну просто они каким-то образом в меня им подвескаются то есть это что-то в духе максимальная констант всего полинома умноженное не число маномов вот и умноженное еще на что-нибудь больше единицы таким образом чтобы все сразу сделать всякий раз когда вот это нарушается штука значение заведомо плохое всякий раз когда она не нарушается она заведомо хорошая вот это дело аккуратно применяем мы можем любой полином над булевыми переменами степень 3 и больше потихонечку понижая степень маномов ну под дороги что-нибудь оптимизируя типа выбирая произведение таких переменок чтобы как можно больше например заменить всего вот мы можем переделать этот наш полином полином от несколько большего числа переменных причем видно что число новых переменных будет полиномиально от исходного кажется граничным просто числом этих исходных переменных ну чем-то полиномиальным короче вот с тем что все что оптимизирует нашу результирующую функцию стал бы оптимизировать исходное вот потому что грубо говоря у нас у нашей вновь построенной функции будет ядро старой функции с теми же коэффициентами которые были там плюс какой-то гигантский скрестерпной множитель помноженный на некоторую штуку которая равна нулю если все хорошо и больше нуля если хотя бы одна из замен не сработает то есть грубо говоря в этой штуке существует заведомо решение которое соответствует решению исходной задачи оптимизации а некорректных решений не возникает потому что у любого некорректного решения когда замененная переменная равна никому чему надо штрафная функция приводит к тому что значение очень очень плохое получается вот ну и таким образом в общем-то вот вот эта процедура она выглядит как нечто достаточно простой то есть если у нас есть функция которая выражена прямо в виде полинома то вот ее от этого описания за полиномиальное время можно превратить в квадратичное ну после этого можно от аддитивных константов избавиться вот на самом деле от аддитивных константов можно было и в изначале формулировки просто оставить в общем это не очень важно вот преимущества и недостатки и вот ограниченности и вообще сведения как-то ну работа с этим вот собственно раз уж любая псевдоболева функция может быть преобразована в квадратичную с какими же оптимумами как исходными то есть могут быть добавлены новые локальные оптимумы например то есть вот это наша функция может быть немножко более поганой даже вот но все что у нее есть из глобальных оптимумов все соответствует глобальному оптимуму исходной задачи вот это х равно 2 потому что в целом можно использовать один и тот же оптимизатор заточенный на то что х равно 2 вот как мы увидим это в целом оптимизатор действительно у него место быть вот но это сведение может не взлететь по некоторым грядам причин то вот например если наши подфункции зависят таки от большого числа переменных то сведение к полиномо полиномиальной записи оно может занять очень большое время потому что нам придется все эти подфункции честно пересчитать для всех возможных значений данных документов то есть это по сути вычисление таблицовистенности для подфункции это наверное быстрее чем считать таблицовистенность у большой функции но тем самым просто решая задачу оптимизации перебора вот но даже если типа все функции очень от маленького числа переменных зависит одна функция от большого то вот этот подход он будет очень долго все это делать но преобразование тоже некоторое время может занять особенно если нам не повезло и мы ну если нам не повезло и в целом неплохая вообще для оптимизации функция представляется в виде суммы какого-то огромного количества маномов число маномов в любом случае может быть экстременциально конечно преимущества переменных коэффициенты могут стать большими правда по-моему это все-таки не самый регистрационный ну и на самом деле в зависимости от того как бы повезет не повезет число переменных в результирующей после квадратизации функции может быть достаточно сильно отличающимся от исходного в два раза вот а если надеяться на то что чем меньше переменных мы придумаем тем будет лучше то вот здесь нас поджидает очередная засада что минимизация числа вспомогательных переменных это не потрудная задача просто так мы это не сможем минимизировать и минимизация в общем-то по более-менее какому угодно некривиальному критерию этого нахождение оптимально по какому-нибудь критерию порядка преобразования даже это тоже вот ну и как бы с очевидностью любая трясат задача может быть сведена к оптимизации все в даболе функции степени 3 вот но степень 3 может быть сведена к степени 2 степени 2 ну потому что соответственно все в даболе функции степени 3 получающиеся из трясата она имеет полиномиальную относительную трясатую определение длину вот поэтому все тут сведения полиномиальные и раз вся эта такая петрушка работает именно вот так то значит в случае х равен 2 оптимизация псевдоболевого функции тоже ну да то есть как бы ничего не попишешь вот ну соответственно на практике бывает нередко так что задачи с константным к возникает достаточно часто почему-то бывает как к равен 2 так к равен чем-нибудь еще трем быть может четырем до шести кажется доходит время от времени вот и такие задачи в целом и способы их решения тоже имеет смысл изучать возможно даже вот без явного понижения степени ограничений важный частный случай этой ограниченных задач это так называемый nk ландшафт или nk ландскейпс то есть было mk а здесь теперь nk причем mk пишется с маленькой буквой k а nk с большой буквой k вот это в общем-то все то же самое только и f и t должна зависеть от x и t формулировка это откуда-то из физики идет вот и и и говорят nk ландшафтах вот все что там обозначается буквой k это число дополнительных переменных вот в отличие от mk kdk это число как бы k bounded это k на единицу больше чем вот эту k вот но это традиции проблемы обозначения и привычек но с этим приходится смириться и как-то жить вот а среди nk ландшафтов выделяют так называемые смежные я не уверен что в русскоязычной традиции этот термин прямо устоялся и существует и вообще нового англоязычной json вот ну один из вариантов задания что f это зависит от x i-k пополамного и так далее вот в общем-то x i плюс k пополам то есть k плюс 1 промежуточных переменных образующих отрезок отрезок может быть переменные образуют кольцо а не отрезок поэтому вот здесь вот например f6 вот идет перемен x6 x1 x2 x3 по моду где-то вот а сами соответственно k ландшафта это те функции которые представлены в виде суммы вот такого рода функций то есть зависящих от непрерывных отрезков переменных соответственно не превышающих k большой плюс 1 по числу переменных вот то есть вот смежный nk ландшафт с k равным 3 и вот произвольными плюсовыми коэффициентами передателем флот ценят вот смежный колон шар вот да удивительно что такие вещи например могут возникать в физике потому что в физике когда мы какое-нибудь пространство в котором решают задачу делим на ячеечки особенно если это на отрез происходит то почти наверняка мы гораздо теснее связаны с соседями непосредственными соответственно соседями по индексам вот и гораздо слабее связаны с теми ячеечками которые на большем уровне от нас находятся вот вопрос в аудиторию значит вот я заявляю что смежные ландшафты это относительно легкие задачи есть какие-нибудь идеи как их решать у вас есть доступ к этим функциям их можно спрашивать ну соответственно вы скорее все первым делом просто нет истинности посчитаете но в целом вот ваша задача там определена список этих функций с весами и сумму все как максимизировать или минимизировать такие функции какой-нибудь динамика по профилю какой-нибудь динамика по профилю вот заявляет что что-то вот такое 2 в степени 2к умножить на n эту задачу вполне себе решает ну можно себе представить что это такая динамика которая поддерживает что поставили вначале на первых переменах и смотрит все происходит когда заданные текущие анализированные переменные принимают такое значение может наивная реализация 2 в степени 3к напишет но он говорит что 2 в степени 2к то есть были бы не зациклены там просто 2 в степени скорее всего было бы вот но в связи того что k маленькая величина вот здесь k равна 4 2 в 4 до 8 даже степени какие-то 256 256 на смене равной миллиону вполне терпимо да то есть такие задачи действительно ну понятно если k 10 то тут уже довольно печально все но вот для небольших константных k действительно все решается точно и достаточно быстро вот ну это как бы такая лирика с которой прикольно сравниваться но как правило что-нибудь обязательно пойдет не так и вот соответственно такая очень важная абстракция для решения таких задач это так называемая граф взаимодействия переменных или variable interaction graph или вот vig это вот под этим именем он будет попадаться дальше в презентации вот это достаточно простая концепция вершины просто соответствуют переменным а x1 и x2 соединенные ребром в графе если эти переменные функции взаимодействуют нелинейным образом вот ну нелинейным образом это примерно так что существует какая-то такая подстановка в остальные переменные что таблица истинности на этих двух переменных не описывается просто весовыми коэффициентами каждого из переменных по отдельности вот из этого следует что в структуре функций обязательно будет какая-то подфункция f и зависящая и от x и от x2 и от x1 и от x2 то есть от вершинок соединенных ребром обратное кстати неверно потому что функция вот подфункция f и она совершенно не обязана зависеть на самом деле от всех переменных вот таким вот строгим образом то есть внутри этой подфункции незаметно для нас она может быть хоть сепарабельной вообще нет каких переменных независеть и так далее вот variable interaction f это штука которая у которой на которую можно сказать есть какая-то верхняя оценка то есть часть из этих ребер может на самом деле быть условно невалидными ребрами понятно что если дальше смотреть то говоря наличие лишних ребер оно не убивает корректность построения оно просто немножко усложняет жизнь и делает решение менее эффективным но мы на самом деле узнаем что этот variable interaction граф можно строить не только вот просто по описанию функции таким относительно реальным образом вот но на самом деле у нас будет существовать механизм который этот граф строит честно абсолютно видом таким образом что если ребро есть действительно пойма на какое-то нелинейное взаимодействие вот если функция слева здесь на слайде то первое взаимодействие переменных он здесь вот такой есть анимация нет наверное анимации вот соответственно если у нас функция к ограничена и под функцию у нас м то ребер у нас больше чем вот столько чем к в квадрате быть конечно не может потому что каждая подфункция выдает к на к минус один пополам ребер не больше вот ну и таких подфункций м вот если к константно то число ребер получается линейное число подфункции и вот значит первая штука которую мы сегодня узнаем прям которая очень полезна называется она partition crossover на русский не знаю переводится crossover это оператор скрещивания partition это что-то про разбиение вот английский термин на русский переводить это отдельное удовольствие в кавычках поэтому я буду использовать в таком презентации что это такое пусть у нас есть некоторые две битовые строки в данном случае а и б которые являются локальными оптимами в предположении что вот у нас есть какая-то локальность вот ну про это проще всего думать как локальный оператор инвертирует единичные биты поэтому мы типа знаем что они не в строчке а не в строчке б инвертир не единичные биты ничего не улучшит на самом деле наличие то что они локальные оптимы это не является каким-то требованием для применения этого оператора скрещивания но полезное свойство которое приведет к полезному свойству давайте в этих наших двух строчках найдем переменные совпадающими значениями здесь x2 x3 x5 x6 x9 x10 вот предположение что мы построили граф по нашей функции как-то единичные вот возьмем сделаем копию этого графа без этих переменных вот да тут я понятно найдем переменные и удалим вот эти вот вершинки которые покрасились они удалились вот граф соответственно он мог изначально быть из нескольких компонент связанности состоять но в целом если мы это увидели мы решили бы задачу сепарабель для определенности он такой данный с двух компонентов но после того как мы эти вершинки удалили у нас могло увеличиться число компонентов связанности потому что какие-то из этих вершинок могли быть точками сочленения но и вершинок могло быть много поэтому вот у нас предположим что у нас много компонентов давайте найдем лучшую из двух битовых подпоследовательности для каждой компонента связанности независимых вот для этого надо будет сходить нашу функцию приспособленности и подергать все функции которые зависят от всех переменных в этой компоненте хотя бы одной переменной в этой компоненте если нам повезет то компоненты у нас будут достаточно маленькими чтобы не пересчитывать всю функцию целиком и собственно мы никогда не занимаемся тем что пересчитываем всю функцию целиком просто может выразиться случайно вот в этом случае мы про каждую компоненту это вот здесь вот они все из одних переменных состоят так конечно они могут из более чем одной переменной состоять вот мы смотрим на каждую компоненту мы смотрим в строчке а и в строчке б какие значения записаны там они являются одна инверсия другой по построению здесь мы спрашиваем все функции все подфункции которые зависят хотя бы от одной переменных из вот этих затронутых складываем значения определяем что из этого лучше что нам больше нравится мы минимизируем максимизируем меньше или больше и то что лучше записываем результат в ответ x здесь функция явно в виде не дана поэтому такой немножко произвол вот единички видим вот и мы для каждой компонент это делаем независимо вот если на это на все внимательно посмотреть можно понять что это независимо действительно можно делать так почему потому что ни одна из функций которая ну как бы собственно ни одна из функций не зависит одновременно от двух переменных из разных компонентов потому что если бы она зависела от двух переменных из разных компонентов то есть вершины были бы соединены регром и эти две вершины были бы в одной компоненте связанности А так как они в разных, то противоречит. Поэтому у нас такая получилась локальная сепарабельность, и мы ее поэксплуатировали, причем сделали это достаточно быстро. Более того, можно посмотреть на то, что происходит при однобитовых изменениях в этом получившемся X, и доказать, что если A и B, оба два, являются локальными оптимумами, то и результат X тоже будет локальным оптимумом. То есть, если в противном случае без этого утверждения мы могли бы посчитать целесообразно, так сказать, дооптимизировать локально получившийся результат, потому что гарантии нет, то на самом деле, если A и B локальный оптимум, то эта штука тоже локальный оптимум. Причем это, понятно, не сильно зависит от определения локальности. То есть, если у нас конвертирование не одиночных битов, а не более трех битов, то то же самое выполняется и здесь. Вот такой мощный инструмент. На самом деле, если на это все посмотреть, то это довольно интересное явление, потому что мы детерминированно и, можно сказать, за линейное время нашли локальный оптимум в подпространстве решений, у которых вот на тех битах, где A и B совпадают те самые биты написаны, а все остальные биты любые. Ну, потому что было бы это не так, было бы где-то противоречие. То есть, таким образом, мы детерминируем, но вместо того, чтобы обойти некоторое достаточно здоровое пространство, подпространство поиска, мы, соответственно, вместо этого детерминируем, считаем. Получается ли на практике, что компоненты небольшие? Ну, здесь смысл, скорее, не в том, что их небольшие, а в том, что их много, потому что если таких компонентов T, то мы посмотрели неявно два в степени T решений за всю ту же самую линию. Вот, и выбрали из них лучше. Вот. Ну, собственно, что получается на практике, это как раз я немножко поощелтаю сейчас. Вот некоторые эксперименты, которые, собственно, ничего сильно содержательного не используют, они просто заменяют традиционный используемый утератор из трещивания на вот этот partition for software. Во всем остальном, это такой-такой-то простой геотический алгоритм. Ну, я все эти эксперименты выписал из презентации того человека, который Rebox-комплексити, Rebox-оптимизацию в последние годы очень активно проталкивает и имеет ряд успехов в этом направлении. Вот. Ну, такой демонстрационный пример, который еще не совсем Rebox, но просто использует оператор, который построен по его заветам. Вот. Ну, размер популяции какие-то 50, вероятность популяции, вероятность мутации какой-то одноенкой, где размеры задач 100 поколений, по среднему 50 экспериментам. И смотрим на двухточечный просовер, скрещивание однородное и вот этот partition. И смотрим на следующие задачки оптимизации. Значит, это будут везде ландшафты, но двух видов смежные в качестве простой задач и случайные в качестве сложных. k, которое число избыточных переменных, это 1 до 3, и n, это 500. Сначала можно посчитать, сколько из результатов кроссоверов являются локальными оптимумами. То есть мы знаем, что если два аргумента у partition кроссовера являются локальными оптимумами, то и результат является. Ну, собственно, здесь мы видим картину, которая на это все очень похожа, что за счет мутаций локальные оптимумы имеются популяции в достаточном количестве, и получается, что вот у нас смежная задача двухточечный кроссовер, например, достаточно часто сохраняет свой сток локальной оптимальности, но, собственно, однородный никогда не сохраняет. Это все не противоречит высказыванию о том, что если вы ничего о задаче не знаете, надо использовать однородный, потому что в данном случае видно, что двухточечный он заточен на задачу, потому что здесь смежные ландшафты, и если мы со смежных ландшафтов уходим на случайный, то двухточечный резко тоже теряет какой-то смысл. В то же время у partition кроссовера почти все результаты являются локальными оптимумами. То есть видно, конечно, что какая-то погрешность по 50 запускам-то. Видно, что на сложных задачах реже немножко возникает локальный оптимум. Но, тем не менее, вот заметно, что прям очень значительная доля результатов при не менее этого оператора скрещивания является локальными оптимумами. Число компонент связанности. Я думаю, как раз вот что-то вопрос, почти такой вопрос, который задавался. Было посчитано для смежных и случайных ландшафтов среднее значение и максимум, который был увиден за время запуска. Вот. Видно, что у смежных ландшафтов среднего значения где-то между семью и восьмью находятся. То есть на каждом такое скрещивание мы где-то что-то в духе 150 особей на самом деле просматриваем, как бы детерминированно выбирая из них лучше. А в случайных ландшафтах это среднее значение меньше. Ну, понятно, что чем сложнее задача тема, это среднее значение, конечно, будет меньше. но среднее значение это, скорее всего, не самый значимый показатель эффективности этого скрещивания, потому что в силу того, что такая ощущаемая эффективность от этого применения этого оператора это два в степени размера показателя, то есть выпуклость в такую сторону, что среднее достаточно сильно пессимизирует вклад, то осмысленно посмотреть как же и на максимум, и вот мы тут видим такие страшные цифры 55, 41, 47, и вот даже 13, такая страшная цифра, тоже маленькая. То есть вот этим вот 55, то есть вот здесь попался компонент, попался в течение на 55 компонентов. Соответственно, мы за линейное время собрали оптимальное особь из два в степени 55 особей. ну, немало. А почему нам не важен размер компонента, я все еще не понял? Потому что размер компонент влияет мало на что, потому что мы с ней оперируем с единым целым, то есть он может быть условно важен для того, чтобы считать, пересчитывать те функции, которые зависят от этого компонента. Вот. Но типа это влияние все равно такое не очень значительное, грубо говоря, нам все равно придется почти наверняка в процессе partition фроссовера нам по крайней мере в начале оптимизации значительную долю функций все равно придется хотя бы два раза посчитать. и если у нас большой компонент, то мы просто больше этих вычислений отнесем к этому одному компоненту, а другие компоненты просто затратят синхронно с этим меньше ресурсов. Как мы оптимизируем три компонента? Я думал, что перебором получается не так? Нет. Как? В смысле, там перебор из двух вариантов всегда. то есть вот типа x11 true x11 false а если бы компоненты там было типа вот допустим 9 и 10 не вылетели бы было 7 9 10 11 4 переменных но вариантов все еще два вариант заимствованный из а и вариант заимствованный из b то есть мы бы посчитали что дает функция если x7 1 x9 0 x10 0 x11 1 и если вот это перевернуто то есть каждая компонента приводит к тому что мы каждую функцию не более одного раза считаем а почему мы обязательно берем все из одной особи ну из из каждой из потому что их рекомбинация не имеет смысла секундочку на самом деле скорее всего имеет вот просто грубо говоря и она 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 может иметь смысл действительно этой комбинации то есть часть решений можно забрать из-за часть решений можно забрать из-б вот и это может действительно получиться вверхусти к тому что результат будет лучше опытным как бы мысленный эксперимент это типа если мы а скрыщим из-за тогда у нас будет большая компонента как бы вот и оптимум он скорее всего с этим а не совпадает он где-то там лежит вот с другой стороны мы надеемся примерно вот на что если число компонент большое то мы очень дешево найдем среди два в степени дофига разных решений лучше и его заиспользуем а где-нибудь дальше в оптимизации нам придет еще какой-нибудь локальный оптимум в которой те переменные которые вот у а и б были общие или которые как-то эти компоненты распиливают придет какое-то другое решение которое в какой-то другой локальный оптимум пойдет и оно впоследствии эту компоненту нам распилит и поможет там найти уже выбор который получше то есть для крестинговера имеет смысл брать просто из одной особи каждую компоненту это нормально работает да то есть есть понятно в данном случае с данным представлением это так хорошо мудро здорово правильно делать вот бывают задачи когда все немножко сложнее например попытки перенести всю эту идею на задачу как ее называть квадратичная задача на значениях QAP квадратика сайдинг проблем это задача на перестановках ну на перестановках там вместо битфлипов надо что-нибудь местами менять вот там попробовали они делать тот же самый подход и вот там этот partition кроссовер вынужден перебирать действительно как вы думали то что происходит в каждый из компонентов потому что там нету таких там грубо говоря нету такой нормальной агрегации как и здесь там нету этой суммы там все зависят от всяких вот поэтому там выводы про то как надо и надо ли и так далее использовать этот partition кроссовер были устроены значительно иным образом чем то что я вот здесь рассказывал в данном случае и как мы увидим ну собственно те кто для кого я говорю слишком медленно и кто думает наперед те я думаю понимают куда дело идет в случае каменважера вот да дальше немножко не дорассказывал про эксперименты доля оптимальных решений в результате соответственно только с partition кроссовером даже для смежных ландшафтов алгоритм добрался до оптима причем более чем в половину раз вот на случайных ландшафтах на таком алгоритме далеко не увидишь но тем не менее с partition кроссовером преимущество ну собственно это partition кроссовером в достальном посреднем нормализованной приспособленности из лучших решений для каждого запуска тем не менее вот видно что достаточно существенно отличается от этих двух и имеет статистическую значимость кто-то не поленился посчитал соответственно двухточечные однородные друг от друга тут не отличаются совсем вот поэтому partition кроссовер действительно можно применять если он применит задачи решения нами даже в обычных алгоритмах но на самом деле это далеко не единственное то что можно сделать если у нас в руках есть такой инструмент как композиция функций здесь придется залезть немножко дальше немножко в такие более темные материи вот есть такие функции лолша вообще как бы эти функции идут из в основном из анализа сигналов то есть это из того же диапазона что там преобразование фурье какие-то матрица дамара и прочее ну то есть есть некоторые довольно интересные время частотные способы анализировать всякие вещи ну и все в доме функции тоже среди них вот что такое функция волша вот функция волша с параметром k от x где что x это битовая строка над n битом что k параметр тоже битовая строка над n битом это вот такая вот штука это минус 1 в степени сумма свертки этого k и x то есть произведение координатного двух булевых вещей вот то есть она выдает либо минус 1 либо плюс 1 в зависимости от того сколько бит k и x одновременно равны единице соответствующих позиций вот такая довольно жесткая штука то есть функции волша для n битовых строк и в степени вот и известен следующий результат что каждая псевдоволио функция может быть единственным образом представлена как вот это вот как сумма функций волша с какими-то коэффициентами вот соответственно сумма идет по всем параметрам k то есть здесь может быть в худшем случае типа два степени слагаемых разных точнее всегда два степени но не все из них не нулевые вот и вот эти q с k нижним индексом и f верхним индексом вызываются коэффициентами волша соответственно декомпозиция волша это мы берем на вход псевдоболевых функций и возвращаем вектор этих вот коэффициентов вот есть тривиальная линейность то есть декомпозиция волша от суммы двух псевдоболевых функций это сумма вот этих векторов то есть тоже над этим вектором можно сумму определить поэтому можно это написать вот я думаю это не вызывает никаких возражений что тут все более-менее очевидно и тривиально вот а вот чуть менее кука здесь из ну да из то есть если у нас псевдоболевых функций ну да даже если псевдоболевых функций с лохистами типичные волшовые коэффициенты они какие-то немножко рациональные вот то есть я не знаю комплексные псевдоболевых функций тут тоже исследуют и следует и в этом случае тут тоже комплекс вот известно что для к ограниченных функций с m подфункциями если к это константа то число ненулевых коэффициентов полше декомпозиции от m то есть того же порядка что и число подфункций это понятно примерно почему потому что каждая подфункция создает не более чем 2 степени k таких коэффициентов а 2 степени k при константном k это тоже константно да вот здесь вот уже такое начинается такие малоприятные разговорчики но пока k не очень большое типа там до 6 и тут жить как-то можно еще вот да это может быть не очень очевидно как подфункции макерцево сходную функцию но соответственно коэффициенты волша каждой из подфункций да подфункция зависит только от части переменных да поэтому если мы возьмем эту подфункцию и рассмотрим в изоляции от всего посчитаем коэффициенты волша то эти коэффициенты можно перенумераться и переменных как мы уже эту функцию рассматриваем в составе большой функции растянуть на всю декомпозицию у нас будет очень-очень много нулей и какие-то из этих коэффициентов будут однозначно соответствовать исходным коэффициентам этой маленькой функции вот ну и соответственно там однозначность такая как называется то есть спектр объектов еще объектов вот смысл да в том что любо говоря декомпозиция волша одного слагаемого и декомпозиция волша так сказать того из чего это слагаемое получилось вот там можно привести ребра в этом графе которые поставят каждому маленькому коэффициенту из разложения волша маленькой функции какой-то один ровный коэффициент в разложении уже большого слагаемого я не знаю насколько мутно рассказываю но мне кажется что идея должна быть понятна грубо говоря то есть если у нас квадратичная та же функция так k будет равна 2 2 стеклянка это 4 то есть каждая слагаемая маном он разнуляет не более чем 4 коэффициента волша один из которых почти совпадает на самом деле только ноли вот и в результате у нас получается очень небольшое число ненулевых коэффициентов волша и в принципе на самом деле всю эту декомпозицию можно считать таким образом чтобы время работы потрачено на все это было профессионально именно что число ненулевых коэффициентов не совсем так но почти так для того чтобы посчитать разложение волшот функции представленной как бы как обаун функции с константным к времени надо потратить два степени к умножить на м вот ну соответственно если нолики нигде не хранить и не записывать зачем это все ну вот например пример такого интересного уже использования хотя и не сложного этих функций волша можно дать следующим образом нередко вводят такое относительно мазрительное понятие как обманчивость десептивность функции вот каждый понимает под этим термином более-менее все что он хочет на самом деле ну то есть часто бывает так что просто функции строятся такими образом что какой-нибудь локальный оптимизатор с огромной готовностью с вероятностью один минус маленькая доходит до локального оптимума из которого глобальный оптимум перепрыгнуть нельзя или очень долго приходится вот такие вот функции с таким свойством примерно обычно называется обманчивым здесь есть такое мутноватое определение но сейчас поймем зачем мы функцию называем не обманчивой если для каждой пары множество решений таких что они совокупно образуются в пространстве поиска не пересекаются если для каждой такой пары верно что среднее значение приспособленности в первой половине меньше чем среднее значение приспособленности во второй половине то глобальный оптимум находится в множестве h1 вот ну то есть она не является обманчивой если типа мысли мысли согласованы то есть глобальный оптимум находится там где мы казалось бы его и ожидаем вот но соответственно в обманчивых функциях было бы наоборот вот как можно не обманчивые функции обаундут оптимизировать за так сказать один запрос функции на основе композиции волш вот отметим что альфа теперь альфа ноль это коэффициент волша со всеми нулями в качестве параметра вот если посмотреть на все определения то если тут все нули то здесь всегда ноль написан соответственно нулевая функция это всегда единица вот и если гадость развернуть наизнанку то получится что этот нулевой коэффициент это на самом деле средняя способность по всем битовым строкам вот аналогично если смотреть на коэффициенты вот такие вот альфа и это это такой коэффициент волша где в аргументе ровно ито и бит поставлен в единичку а все остальные в ноль то средняя приспособность битовых строк с единичным итовым битом это а ноликовая минус альфа ито а средняя способность битовых строкам с нулевым ито альфа ито таким образом если мы посчитали коэффициенты волша вот такие вот хотя бы то мы можем установить ито бит в зависимости от знака альфа ито в зависимости от знака волшевого коэффициента если мы это сделаем то есть если он отрицательный там единицу поставим если положить не туман если нулевой то все должно если мы так перринициализируемся то на необманчивых функциях мы вот по вот этому определению сразу попадаем в оптимум вот таким образом мы как бы не дергая всю функцию в целом используя только ее декомпозицию которой мы пользуемся для того чтобы получить разложение волшебного мы простые функции несложные сразу оптимизируем до упора всячески как бы как приятные как и неприятные функции которые нередко используются в качестве сложных функций в теоретическом анализе алгоритмов они на самом деле не десептив вот в этом понимании и такой вот техникой их можно решить очень быстро вот но конечно необманчивые функции тоже встречаются редко на практике вот но мы можем пользоваться коэффициентами волша немножко более подвинутым образом вот и получаем технику которая называется мутация с предпросмотром или по-английски look ahead mutations давайте посмотрим на наш функционер и вот у нас пусть есть какое-то текущее решение его приспособленности от текущего решения сопоставляет каждому иксу какое-то значение что происходит если мы инвертируем один бит вот мы инвертируем x2 вот нам не надо пересчитывать всю функцию целиком более того ну понятно что всю функцию целиком мы зная ее разложение все равно как бы к этому интерфейсу никогда не будем обращаться вот но на самом деле нам как правило большую часть и подфункции тоже не надо пересчитывать будет даже если мы как бы про них ничего не предпочитали и так далее нам нужно будет пересчитать только те подфункции которые от этого бита в явном виде зависят вот ну замечательно ну то есть типа новый хитнес это такой инструментальный пересчет от старого и этим трюком пользоваться я думаю более-менее все кто решает хоть сколько могут быть большие задачи оптимизации псевдоволевые и околопсевдоволевые они уже этим трюком давно пользуются вот я там своих почти во всех своих недавних статьях тоже этим занимаюсь что позволяет мне в отличие от дружественных конкурентов добираться до каких-нибудь размеров задач несколько миллионов и видеть глазами то что все остальные видят в ТШТ-арене но в целом это как бы такая штука которая единственное неудобство которой иногда надо чуть больше кода писать давайте поддерживать для каждого бита и того величину дельта это изменение к приспособленности которое произойдет если мы этот ит и бит инвертируем вот зная коэффициенты волша мы в самом начале то есть начав с какой-нибудь фиксированной строчки или со случайной строчки взяли все посчитали взяли вот это значение взяли коэффициенты волша которые для кара считаются немногим дольше и инициализировали все эти дельта итры вот зачем нам дельта итры если мы минимизируем нашу функцию то инвертировать имеет смысл вообще только те биты где эти дельты меньше нуля вот про равенство нуля там блуждание по плато про это тоже можно много говорить потому что в силу того что это мутация с предпосмотром ну собственно они такие же локальные операторы как и любые другие мутации ну не любые другие мутации а любые другие мутации с ограничением числа инвертированных но пока у нас есть отрицательные дельта итры наверное не надо пользоваться но проблема в том что если мы какую-то такую штуку поднапременем то вообще дельта итры то есть наши эти штуки которые мы вроде посчитали точными они могут инвалидироваться так давайте возьмем пересчитаем если мы инвертировали итры то давайте обновим дельты житые для таких же что подфункция существует которая зависит от и ижи одновременно при этом нам опять же можно не ходить в функции а обратиться к коэффициенту волшеб то есть если есть коэффициент волшеб который от и ижи содержит в себе в параметре и ижи при этом не нулевой то вот такие ижи надо обновлять на самом деле если у нас на руках есть коэффициенты волша мы можем даже чуть-чуть точнее чем просто глядя на функцию эти обновления выпускать потому что коэффициенты волша будут нулями даже если мы через функцию ложным то есть если функция на самом деле не устраивает нелинейности между какими-то двумя переменами которые она зависит то на уровне вот этого интерфейса графического мы этого не видим а вот коэффициенты волша нам сейчас не расскажут потому что соответствующие все коэффициенты волша с двумя независимыми переменами в составе будут меня вот соответственно окей мы взяли это вид инвертировали его обновили житые виды такие что вот это вот вот и если у нас в общем-то такая константа то у нас получается константное анортизированное время на каждом кто инвертирует ну то есть там что-то в духе как квадрат туда вылезает но в силу того что-то константа то и так квадрат тоже констант вот ну и в целом вот таким вот образом можно устроить себе локальный спуск локальный спуск который даже без особых структур данных просто берет и первую попавшуюся отрицательную дельту берет и инвертирует пересчитывает какие-то зависимые дельты житые те которые были отрицательные из списка отрицательных удаляет те которые были положительные но стали отрицательными список отрицательных прибавляет и вот так вот мы делаем пока у нас не исчерпаются отрицательные дельты как только мы это сделали мы на самом деле дошли до локального оптима а раз мы дошли до локального оптима то смотрим предыдущий раздел там у нас есть хорошая идея о том что делать с локальным оптимом правильно partition crossover вот ну и в целом можно уже более-менее так создать некоторую схему алгоритма который будет достаточно эффективным создаем случайную строчку предпочтанным заранее коэффициентом волша по задаче создаем случайную строчку берем вот эту технику спускаемся до локального оптима достаточно быстро там может конечно суперлиней немножко долина будет в зависимости от задач устроенной но в целом это будет достаточно быстро вот нашли один такой локальный оптим ура замечательно создались еще одну строчку запустили все нашли второй локальный оптим взяли два локальных оптима применили к ним partition crossover получили еще какой-то веселый тоже локальный оптим если он улучшился то вот мы его запоминаем если не улучшился ну наверное оставляем тот который улучшил третий раз мы целигируем сейчас в одно место локальный спуск и дальше камера вот но тут все описано как будто мы занимаемся инвертированием одного бита на самом деле все это дело может быть распространено и на предпросмотр инвертирования до константного числа бит одновременно то есть до на самом деле где-то k вот за такую тоже заамортизированную константу вот там эта константа тоже будет постоянно куда-то расти да но если мы сфиксируем k и будем менять размер задачи то размер задачи там эта стоимость не будет зависеть вот ну эксперименты какие-то показывают что можно достаточно сложные задачи до оптимального состояния дорешивать k равным 6 например то есть там чем больше k тем больше немножко предпочета надо для того чтобы добыть соответствующие коэффициенты волша если задача например паршивая вот поэтому там на графичках такой отступ от начала от нулевого времени такой который экспоненциально растет с ростом k вот но для того чтобы получить очень хорошее решение k может быть достаточно маленьким еще вот ну соответственно я здесь не распространяюсь ну поскольку в деталях не знаю как это распространять на от kbit но статьи по этому поводу есть их можно скачать и изучить даже кажется в последнее время появился репозиторий какой-то с такими вещами вот может быть если ну я его планирую в ближайшее время изучить и если там прям все хорошо то я ссылку на него дам на сайтике курса можно будет сходить ознакомиться и вот наконец на сладкое как устроен партишный кроссовер для миллажера ну задачи миллажера все уже помнят неориентированный граф тут главное что неориентированный в данной формулировке надо найти цикл минимального места посещающего каждого в одном разу и локальной оптимизации нам в целом выдумывать особо не надо но они все очень похожи в каком-то смысле одновременно и на обычные локальные мутации такие настроенные немножко на задачу и на мутации с просмотром из предыдущего сайта вот у нас есть туопт поэтому выбираем два несоседних ребра в нашем цикле удаляем их и остается у нас кроме удаленных ребер ровно еще один способ сшить это таким образом чтобы получился цикл вот соответственно если получилось лучше то оставляем этот вариант если у нас такая техника добычи локальных оптимов их и комбинаций вот ну то опт он потому то опт что это для комбинаций это практически самые локальные из возможных изменений вот то же самое но с увеличением большего числа 3 опт там больше вариантов выбора поэтому искать какое-то улучшение циклами переборчиком тут немножко дольше вот но это можно делать значительно умнее есть всякие эти кернигены разные разновидности которых все реализуют в частности есть например такая страшная вещь как керниген хилсгаун есть такой керниг хилсгаун который реализовал ряд солверов для разных разновидностей около канивейжерских задач то есть там лкх2 это последнее состояние того что происходит для канивейжера и его окрестности есть лкх3 который для таких мультик канивейжеров канивейжеров с окнами и прочим безобразием там в основе лежит конечно идея Рина Кернгена который реализовал довел до какого логического завершения и потом стал туда подгребать просто все что плохо лежит вот в частности до того как этот хилсгаун познакомился с эволюционщиками занимающимися грейбоксом у него там у самого был свой собственный немножко дырявый просовер который там назывался что-то вот который все достаточно сильно лошал то есть такая же идея была рекомбинация локальных оптимов вот ну а вот пришли мобилюционщики показали то что они по этому поводу придумали вот у них с тех пор сейчас уже несколько совместных публикаций и жизнь как говорится налаживается картин кроссовер его самым простом варианте для канализера видит вот так пусть у нас есть два локально оптимальных цикла с точностью два опыта например синий красный а и б давайте удалим ребра имеющиеся в а и в б раз два три четыре пять шесть получится от графа несколько компонент связанности в каждой компоненте будут ребра либо только синие точнее так каждая компонента будет состоять из ребер которые бывают или синие или красное при этом они там как-то чисто чередуются то есть я не помню правда ли что это всегда циклы по моему нет да это далеко не всегда циклы но в общем дальше все делаем то же самое в каждой компоненте выбираем тот вариант ту компоненту которая дешевле вот но в силу того что мы эти компоненты скорее всего обойдем каким-нибудь дефэсиком то этим же дефэсиком мы посчитаем веса этих компонентов возьмем ту которая лучше вернем общие ребра за вычетом особо в коротых случаях опять получится цикл и неудивительно он тоже будет локальным оптималом вот ну соответственно есть развитие этой идеи такое многократное то есть разрезание можно проводить по всяким вершинам степени четыре планарность кажется кто-то использовал еще что-то в общем есть некоторое не очень глубокое но тем не менее развитие этого partition кроссовера где-то по дороге они устраняют определенность тем что иногда не цикл получается вот и вот с этой штукой они как-то выиграли TSP competition в 2016 году ну они взяли линкер на пивно хельсгауна и заменили там тамошние кроссоверы на слой и все это делали вот ну и соответственно нетрудно догадаться что что-то на эту тему вполне себе решает задачу по крайней мере мое авторское решение устроено вот так вот я не удивлюсь если вы что-нибудь еще в силу придумаете но в целом вот достаточно надежный способ написать нормальный ток так чтобы он работал за какое-то относительно твняемое время и результат этих ток множественные комбинировать вот этой штукой которая по сравнению с собственно ток работает моментально вот как-то так спасибо за внимание если есть вопросы задавайте вы тесты выложите для ТСП? да спасибо за напоминание времени у меня вообще ни на что нет но я за выходные постараюсь это сделать для того есть скорее подключу еще одного человека который тоже конечно выпускник для того чтобы он немножко помогал вам по затыкнуть задачами потому что я все-таки понимаю что у меня с этим проблема не столько соображал поскольку со временем тайм-менеджментом и прочее будет помощник первый раз в жизни не надо делать я вот представлю один вопрос есть спасибо Спасибо.